как снизить важность всех людей подразумевает что человек когда общается скорее всего испытывает какую-то тревогу до или волнения либо ставить людей на педестал мы будем считать что это все одно и то же то есть если у вас есть тревогой либо есть волнение если вы хотите быть идеальным в общении с человеком и у вас почти все такие люди это говорит о том что у вас этот человек действительно стоит на педестале он стоит во главе или в центре вашего мира неважно то есть этот может быть человек девушка с которой парень общается а потом начальник а потом коллега то есть в этом случае нужно копать нам нужно понять какие могут быть причины этому почему человек всех людей считает важных дам почему то вы уколбасит почему он тревожный тогда первая причина то есть опять же это вопрос нужно задавать себе поискать может быть там это действительно есть первая причина это то что человека воспитали так надо посмотреть какая была бабушка дедушка какой был мама папа может быть старшая сестра это все нужно посмотреть в садике еще можно посмотреть воспитательницу но в большей степени все-таки программирование идет больше от родителей или бабушки дедушки если ребенок оставался с бабушкой дедушкой что нужно посмотреть насколько сильно зажатый или за воспитанные культурный может быть насколько культ закультивированы что ли может так сказать то есть максимально культурные люди а именно ваши родители насколько они например нельзя громко говорить вообще станом месте нельзя материться ну вот вы знаете вот такая общая такая культура максимальная культура я не говорю о том что это плохо сейчас всегда вот когда такие видео появляются кто-то пишет комментариях ахты ты против ты против культуры ты как ты вообще это неплохо наоборот мы же не животные мы не должны деградировать почему ты такое говоришь давайте сейчас я объясню смотрите есть культура общая культура культура развития где мат то есть человек не материться потому что это его осознанный выбор его личное они потому что его запрограммировали родители он принял такое решение не материться если например он тихо говорит в общественном месте его не слышит собеседник действительно не слышит и он продолжает говорить тихо чтобы громче не говорить потому что это не культурно это говорит о том что у него запрограммирован мозг он находится в автоматическом режиме это не его культура это культура которая была передана папой мамой или бабушкой или дедушкой то есть его запрограммировали его осознанности в этом ключе нет и вот когда осознанная культура когда человек сам к этому приходит я это я всегда за потому что с культурами людьми очень интересно общаться но я также знаю людей которые максимально забиты психологически забиты культурой своей папы и мамы здесь это делать нельзя сюда на девушку долго смотреть нельзя материться нельзя громко говорить нельзя всегда уступай бабушки дорогу ну ладно бабушки можно уступить дорогу но когда например если допустим есть возможность проехать потому что бабушка слишком далеко еще и можно действительно проехать ничего здесь такого страшного нет ты не нарушаешь правила ты можешь проехать но нет если это в автоматическом режиме человек будет ждать пока это бабушка будет переходить дорогу ну как Я просто вам пытаюсь накинуть варианты, что завоспитан человек. Или можно сказать по-другому, это хороший мальчик. Это хороший максимальный мальчик, который должен угождать другим людям. Он должен и обязан. И только когда он будет должен и обязан, и когда он будет угождать, только тогда он будет получать от них любовь, уважение, ну, в первую очередь, любовь. И вот это воспитание, которое ведет человека к тому, что он должен угождать по жизни всем. Приводит к тому, что все в жизни люди для него это центр вселенной К сожалению, это приводит к тому, что человек становится несчастлив Но он несчастлив и даже сам об этом не догадывается Вместо того, чтобы подумать, ага, я постоянно людям угождаю Вместо, может быть, и в моей жизни не так уж все радужно Вот в плане взаимоотношений с людьми И вместо того, чтобы задуматься, что надо перестать угождать Он еще больше угождает Он думает, что ага, есть люди, так со мной себя ведут Неуважительно ведут, используют меня Надо еще больше угождать Тогда точно я заслужу любви Тогда точно у меня будет еще больше любви И он еще больше угождает, он еще больше напрягается Еще больше у него тревоги И он еще больше дает угождение Потому что люди продолжают его использовать Неуважать и тому подобное Соответственно, он даже не может задуматься о том, что надо остановиться Хотя бы и начать с того, чтобы посмотреть А если внутри у меня вот эта супер-гипер-завоспитанность Супер-гипер-культура, которая нафиг никому не нужна. Никто меня даже ее не спрашивает, насколько я культурный. Но я продолжаю это делать, думая, что тем самым я нравлюсь людям. А все остальные подонки, все остальные плохие. А я хороший. Вот если вот постоянно такие мысли приходят. Все подонки, ну кто-то ведет себя неправильно, не так, как я. А я хороший. Это уже говорит о том, что эта гипер-за воспитанность, она привела уже таким вот последствиям, как все люди для меня важны. Все, 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 все. Хотя на самом деле это не так. То есть первая причина – это гипер-за воспитанность. Вторая причина – это страх. То есть если человек для тебя важен, есть большая вероятность, что значит он что-то может сделать для тебя. И скорее всего влияет на тебя. То есть есть страх, что от этого человека может прилететь. Если у тебя очень много недоверия к людям, соответственно, вот это опасение, страх, что опять прилетит, оно есть всегда с тобой. Соответственно, ты пытаешься всегда вести себя так, чтобы человек был для тебя важен. И не дай бог, какое-то нестандартное поведение с его стороны, какая-то реплика на тебя прилетит. Поэтому максимально опять же нужно угождать. Угождать. Потому что а вдруг? Не-не-не, не надо меня, пожалуйста. То есть есть именно страх. Это вторая причина. Опять же страх – это из-за того, что может быть что-то было в детстве, может быть было что-то в подростковом возрасте, может быть было что-то в юношеском возрасте. Ты был свидетелем, может быть, каких-то ситуаций, может быть тебя постоянно уничтожали психологические люди. И это все влияет. Фактически человек потом приходит, ну когда это долго воздействие идет, в какой-то момент человек понимает, что он боится всех людей. И поэтому надо что-то с этим делать. Опять же страх убирать людей. Это вторая причина. Третья причина – это страх одиночества. Подразумевает, что если не будет у меня рядом людей, я буду одинок. Если я буду одинок, значит на этом все закончится. Моя жизнь закончилась. То есть у него стоят программы, которые говорят о том, что не вздумай сделать что-то, чтобы тебя бросил человек. Опять же. Поэтому все люди для меня важны, потому что я боюсь одиночества. Туда тоже можно покопать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...